Нет бумаги, нет человека. Россиянина без паспорта два года продержали в центре временного содержания иностранцев. Длительное время он не мог доказать, что он россиянин, даже в суде. История закончилась благополучно, если не считать немалых бюджетных трат, но так бывает не всегда. Россиянина без паспорта два года продержали в центре временного содержания иностранцев, потому что он не мог доказать, что он россиянин. История, которая по уровню драматизма превзойдет фильм «Терминал», закончилась хэппи-эндом. но это конкретно эта история, есть и другие, в которых продолжение следует. Иван Медведев подробнее. Александр Кадзилов, россиянин, который никогда не имел российского паспорта, жил с советским. Почему, история умалчивает. Но в итоге, когда Кадзилов жил на Алтае, у него при пожаре сгорел и документ с серпом и молотом. А родился Кадзилов в Грузии. По России мужчину помотало изрядно. И вот когда из Осетии Кадзилов пытался попасть в Грузию, потому что там остался дом его родителей, гражданина без документов задержали, оформили штраф и решили депортировать в Грузию. Грузия резонно указала, что Кадзилов никогда грузинам по паспорту не был и сказала, что не примет к себе этого гражданина. Но и в России Кадзилов не значился никем. В итоге полтора года в тесной клетке с решетками на окнах в центре временного содержания иностранцев в станице Архонская, просто потому что по документам он никто. Рассказ о том, как Кадзилову жилось в этом центре, публикует телеграм-канал Мэш. По словам юристов, ситуация Кадзилова должна была решиться очень быстро. Несколько запросов по местам пребывания гражданина на момент февраля 92-го, подтверждение из поликлиник, от соседей, с места работы, от родственников и все. Кадзилов гражданин РФ. Но нет, пока в ситуацию не вмешалась омбудсмен Татьяна Москалькова и из Москвы не пришел волшебный пинок, никто ничего не делал, говорит уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Алания Тамерланд Сгоев. Решение суда о депортации, которое не могли отменить, дошли до Верховного суда Российской Федерации, который подтвердил, что решение это правильное. Хотя уже было ясно, что его некуда депортировать, что Грузия его не принимает. Парадокс системы. То есть из-за того, что недостаточно тщательно провели исследование обстоятельств по нему персонально, не выявили, кто он, где он жил, какие обстоятельства, где он находился на феврале 92-го года, является ли он гражданином Российской Федерации или иностранным гражданином, лицом без гражданства, все это должны были, соответственно, органы провести на стадии того, как в суд дело направили. Но эта работа не была проделана. В итоге оказалось, что человек лишен свободы, по сути, незаконно. И все эти полтора года гражданина никто поили, кормили, содержали за бюджетный счет. Но миграционная служба и правоохранители почему-то не очень любят считать эти деньги, говорит общественный представитель бизнес-омбудсмена по вопросам экстрадиции, депортации и международного розыска Дмитрий Григориади. Здесь логика правоохранительных органов не направлено на подсчет таких трат. Но они делают свою работу и, как мы видим, иногда делают очень плохо. И большой еще вопрос. А если бы не вмешалась уполномоченная по защите прав человека Москалькова, то сколько еще по времени этот человек должен был провести в изоляцию? Здесь большой вопрос. И, честно говоря, от таких историй хочется надеяться, что уполномоченная Москалькова все-таки проведет ревизию. Может быть, таких людей много. Далеко ходить не нужно. По словам Александра Кадзилова, в центре временного содержания иностранцев до сих пор сидит то ли осетин, то ли грузин с точно такой же историей. Ждем Стивена Спилберга для съемок фильма «Терминал 2. Станица Архонская». «Терминал 2. Станица Архонская».